Привет всем и добро пожаловать обратно в криптовселенную. Сегодня мы поговорим о биткоине. Красота математики. Часть 49. Мы выпускаем это видео обычно первого числа каждого месяца. В этот раз мы немного запозднились, 2 августа, но я хотел это сделать. И опять же, я знаю, называется это биткоин, но это обо всем классе активов. И причина, по которой мы это делаем, в том, что надо отойти на шаг назад. Забыть о том, что происходит в краткосроке. Я знаю, что многие предпочтут, чтобы я выпустил другое видео. У нас очень много вещей, которые произошли недавно. С рынком труда мы видим рост безработицы. Видим другие вещи. Двухлетняя и десятилетняя кривая разворачиваются. Но, в конце концов, я много раз это говорил. Лучше отойти на шаг назад иногда. И посмотреть на общий тренд в рынке. Нежели быть озабоченным тем, что произойдет завтра. Да. Есть шанс. Того, что рисковые активы получат удар. Они уже получили. Особенно альткоины. Но я также хочу, чтобы люди помнили, что никто, и я имею в виду абсолютно никто, не может предсказать рынок, включая и особенно я. Особенно я. Просто помните это. Никто не знает, что произойдет. Вы можете делать вид, что вы знаете. Но на самом деле это не так. И еще я скажу, что иногда, когда кажется, что что-то отыгрывает, внезапно рынок слетает на другой нарратив. Вот почему я говорю, что лучше иметь стратегию и придерживаться ее, нежели пытаться подгадать каждый внутридневный фитиль в рынке. На 1 августа общий маркеткэп криптовалюты находится в районе 2.3888 триллиона. Логарифмическая трендовая линия честного значения, тем не менее, в районе 2.844 триллиона. Это означает недооцененность примерно на 16%. Так что мы все еще под честным значением. Но опять же, это ничего нового. На самом деле, в последних нескольких циклах мы также были под честным значением в это время в цикле. Например, если вы посмотрите на последний цикл, если мы посмотрим на август 2020, вы увидите, что мы были под честным значением. Так же, как и сегодня. Если посмотрите на август 2016, мы были еще ниже честного значения, чем мы сегодня. И если вы посмотрите на август 2012, опять же, мы были под честным значением в этой точке, в цикле. Но опять же, у рынка есть способы обманывать нас, заставлять нас думать, что этот раз отличается. Но часто все отыгрывает в очень похожей манере. Это не означает, что мы не можем увидеть более низких цен. Мы можем, и на самом деле. И я говорил много об этом ранее. Если мы просто посмотрим на возвраты на инвестиции по циклу от минимума. Возвраты. Давайте посмотрим после пика сначала. Возвраты от пика до пика игнорируем первый цикл. Потому что это слишком рано и очень волатильно. От пика до пика мы сильно обгоняем то, где мы обычно в этой точке цикла. Если возьмем от апрельского пика, вы можете сказать, что это не так. Но мне кажется, движение цены это король. Не индикатор показывает нам, куда идет цена. И если вы измерите от ноябрьской вершины, откуда измеряют все остальные. Вы можете видеть, что мы обгоняем то, где мы обычно в этой точке цикла. И если вы измерите от минимума. Если вы измерите от минимума в 2022. Если я найду. И мы посмотрим на последние пару циклов. Мы все еще обгоняем то, где мы обычно в этой точке цикла. На самом деле, это займет еще пару месяцев, вероятно. Вот этого рубленого движения цены. И оно немного сползающее. Это факт, что биткоин устанавливал уменьшающиеся минимумы и максимумы с марта. Я постил это в твиттере и люди расстраивались. Но опять же, ребята. Не нужно спорить о том, что уже произошло. Биткоин устанавливал уменьшающиеся минимумы и максимумы с марта. Это не означает, что он не может взлететь. Просто это то, что произошло с марта. И все, что я говорю, это то, что... Если этот тренд просто продолжится... Еще пару месяцев... Вы найдете... Себя с этими возвратами... От минимумов... Там, где они сходятся с прошлыми циклами. Видите фиолетовую линию и она... Если она будет делать что-то такое, она точно сойдется с прошлыми двумя циклами. И что интересно, если вы посмотрите на прошлый цикл... Было что-то очень похожее. Мы сильно отдалились, а потом медленно спустились, пока не сошлись с предыдущим циклом. И потом мы начали расти опять. У нас была рецессия, окей. И очевидно, это... Сбило нас с курса. Но мы все равно вернулись обратно. Когда вы смотрите на это... И пытаетесь подумать о том, что произойдет. Что я всегда говорил. Я говорил это с начала 2022-го. И это, по сути... Тот факт, что если вы собираетесь поместить свои деньги куда-то в крипто... Биткоин... Будет более безопасной ставкой. Пока мы не увидим смягченную денежную политику. Что поразительно. Это то, что если вы посмотрите на то, где мы сегодня. Криптовалютный маркеткэп в районе 2,4 триллиона. Последний раз, когда мы были на этом уровне в 2021-м... Был по сути на пике. Или около пика. Не точно на пике, но рядом с ним. Основная разница между... Тогда и сейчас... В том, что доминация биткоина тогда... Была 40%, а сейчас она почти 57%. Вы можете видеть, что... Была невероятная ротация денег внутри криптовселенной. От альткоинов... К биткоину. И это на самом деле очень здравая вещь. На самом деле так. И обычно что происходит... Этот раз может отличаться, но что обычно происходит... Это в год после года халвинга альткоины начинают обгонять биткоин. Я определенно могу представить себе много волатильности в рынках между сегодняшним днем и концом года. Это похоже на самый вероятный исход. Но как только вы начинаете учитывать срез ставок и смягчение, если Федрезерв начнет беспокоиться о росте инфляции, то скорее всего будет среда, где доминация биткоина начнет снижаться. И обычно, когда это происходит, это происходит, когда мы входим в зону переоцененности. Но я не думаю, что мы там сейчас. Я думаю, что нам все еще надо... Немного времени отъема биткоином этой ликвидности. И когда вы смотрите на этот график и говорите, у нас была переоцененность, и это был ложник. В каждом цикле это есть. Даже в 2019-м у нас был ложник через честное значение. И единственная разница между прошлым циклом и этим, это время этого ложника. В прошлом цикле этот ложник был в 2019-м. В этом цикле вы можете сказать, что он был в 2024-м. Но если вы посмотрите на это через линзу денежной политики, можете сказать, что это было в то же время в цикле. Тот же год, когда Федрезерв срезает ставки прямо перед этим, маркеткеп переоценивается, и потом, когда появляется срез ставок, мы спускаемся под честное значение. Есть некоторый страх, потенциально, как сейчас, когда безработица на 4 с лишним процентах, и рынки не думают, что Федрезерв начнет срезать. Сильно, кстати. Я не знаю, видели ли вы, ребята, но... Похоже, спешит и говорит 50 пунктов. В сентябре еще 50 в ноябре, и еще 25 в декабре. Федрезерв Атланты все еще предсказывает ВВП в третьем квартале. Более 2%, 2,5 может выше, точно не помню. Но... Вы можете видеть процесс, который происходит. Биткоин впитывает эту ликвидность и забирает эту ликвидность из рынка альткоинов. И вот почему я говорю... Мы много говорим об этих графиках, говорим много о биткоине. Но момент с биткоином. В этой дилемме у нас был очень похожий паттерн в 2019. И многие люди, когда я говорю о 2019, они говорят, почему ты говоришь об обвале на пандемии. Я не говорю. Обвал на пандемии был в 2020, не в 2019. Так что, когда я говорю о паттерне 19, я говорю о том, что произошло в 2019. Никто из нас, и особенно я, не мог предсказать что-то вот такое. И это одна из тех вещей, на предсказания которой не нужно тратить много времени. Потому что никто не знает. Никто не знает. И опять же, у вас есть люди, которые каждый раз, когда биткоин растет около максимумов, они говорят о том, что он полетит на 100 тысяч. Мы отвергаемся каждый раз, когда мы поднимаемся вот сюда. Обрушаемся, отскакиваем. И вот почему я говорю, что есть очень много стресса, связанного с такими движениями. И в итоге это разрешится. Это либо разрешится наверх, либо вниз. Это факт. Он не останется в этом нисходящем тренде вечно. Будем надеяться, здесь не появится комментатор в будущем и не скажет, а потом он остался. Но в этом моя точка зрения. Никто не знает. И вместо того, чтобы беспокоиться об этом, мне кажется, имеет больше смысла. Просто иметь стратегию и придерживаться ей. С начала 2022-го моя стратегия – это избегать альткоинов. И эта стратегия имела и плюсы, и минусы. Я признаю. В 2022-м избегание альткоинов было, вероятно, одним из лучших решений, которые я принял, потому что это позволило мне сохранить ценность в Сатоше. В 2023-м и 2024-м придерживаться биткоина, нежели альткоинов, имело средние результаты. Я бы хотел думать, что в целом это была более хорошая стратегия, особенно учитывая, что доминация биткоина продолжает расти. Но я также знаю, что люди будут смотреть на некоторые альткоины, которые показали себя лучше, чем биткоин, и чувствуют себя несколько грустно, думают, что, может быть, им лучше было бы игнорировать доминацию биткоина и войти в рынок альткоинов, и выбрать правильно. Если вы так себя чувствуете, я хочу, чтобы вы помнили, что одна вещь, которую стоит учитывать, это то, что в конце 2022-го было очень много альткоинов, которые выглядели очень похожим образом, и никто не знал, какие из них покажут себя очень хорошо. И на самом деле на каждый, который показал себя хорошо, вы можете найти 5 или 10, которые не показали себя хорошо. И многие из этих альткоинов в итоге спустились, и многие даже ближе к своим минимумам, чем максимумам. Хорошими примерами будут Polkadot, Cardano, Avalanche, Matic, XRP, Link. Многие из них просто не показали себя хорошо. У многих получилось, да. Но это как бы дилемма, которую вы встречаете, вы знаете, когда вы входите в эти фазы цикла. Вы думаете об этом, окей. Избегать альткоинов до того, как доминация не поднимется до 60%. Это была моя цель. Я знаю, что, говоря это, будут какие-то вещи, которые обгонят биткоин, и я знаю, что будет много ненависти, которая с этим придет. Но помните, на каждого человека, который чувствует, что он много потерял, не войдя в определенный альткоин. Есть 10 других альткоинов, которые никуда не ушли, и они просто стекали по отношению к биткоину все это время. Итак, на следующий цикл, перед тем, как мы перейдем к тому, чем он закончится, я скажу, что все зависит от риска, который вы готовы взять. Вы видите, как отыгрывает доминация биткоина. Была тысяча моментов, когда люди думали, что она продолжила расти, и она продолжает расти. И только что, на самом деле, был новый максимум, если исключить стейблкоины. Доминация биткоина установила новый максимум сегодня, 61%. И это максимум в этом цикле. 61% доминация биткоина, исключая стейблкоины. Я думаю, что она в итоге уйдет наверх этого канала. Но, когда вы смотрите на такой график, выглядит спокойно, не правда ли? Я смотрю на этот график и просто думаю, как много раз люди чувствовали страх, люди чувствовали жадность, люди принимали решения, которые сделали им много денег, и которые отняли у них много денег. Когда я смотрю на этот график, он мирный. Я смотрю на него и говорю, окей. Когда он недооценен, и вы в росте доминации биткоина просто придерживаетесь биткоина. Когда вы недооценены, и доминация биткоина теоретически находит вершину после среза ставок, тогда альткоины, вероятно, начнут обгонять биткоин. Но это процесс, это длительный процесс. И, по сути, это происходит в течение нескольких лет. И можете сказать, что это происходит примерно в течение четырех лет, если вы следите за четырехлетними циклами. У меня смешанные чувства на эту тему, но мне кажется, это из-за моего невежества. Я думаю, что в плане четырехлетних циклов пики не всегда должны быть в одно и то же время. Но одна вещь, это то, что пики были в одном и том же месте. Последние три цикла. Ноябрь 21-го, декабрь 2017-го, ноябрь 13-го. Четвертый квартал года после года халвинга. Я смотрю на график сегодня, и я вижу ситуацию, где у нас есть страх роста. Правило само только что сработало. Если вы не знаете, правило само — это попросту индикатор, который пытается дать нам предупреждение, что экономика может начать замедляться. Он только что сработал. Так что, да, мы можем определенно иметь страх роста, и может быть это сейчас происходит. Но в то время как это может быть так, я могу рассматривать это как финальную ротацию от альткоинов к биткоину. От альткоинов к биткоину. Которая будет происходить в следующие несколько месяцев. Я не знаю точно, когда это будет. И, насколько я знаю, это не должно происходить прямо сейчас. Но я знаю, что в прошлом цикле финальная ротация началась за месяц до первого среза ставок. И похоже, что они срезают в сентябре. Похоже на то, что они, вероятно, будут срезать в сентябре. И если они будут срезать в сентябре, и это отыграет так же, как в прошлом цикле, но это может быть не так, но если так будет, это будет означать, что пары альткоинов к биткоину должны финально пробиться вниз. Видите это? Этот финальный прорыв вниз. Это может произойти. Кто знает, как это точно повлияет на биткоин? Сложно сказать, будет ли это 19 или 13. Очевидно, есть признаки обоих вариантов. Определенно кажется, как будто у 19 есть вес, учитывая, что тоже был срез ставок. Но и у 13 есть вес, потому что была вершина взрывное движение ранее в этом году. Что обычно не происходит так рано в цикле, в год халвинга. На самом деле, это первый год, где в цикле у нас новый элтаймхайм до халвинга. Но обычно страх роста появляется до халвинга. Но так это не случилось в этот раз. И мне интересно, может быть, он нас догоняет сейчас, и сейчас он у нас есть. После халвинга. И элтаймхайм до халвинга. Обычно наоборот. Это не означает, что вы не можете увидеть, как рынок вырастет в 25-м, но, вероятно, может быть, просто меняется порядок появления вещей в цикле. Но, опять же, все это, все это, просто сомнительные спекуляции. Я не знаю, куда пойдет рынок. Хотел бы. Но просто хочу поговорить о том, что я думаю произойдет, как управлять риском, и просто шагать отсюда. И, опять же, вы видите, что у нас были эти ложники через линию тренда. Если взять процентную разницу между голубой линией и честным значением, получаете вот такой график. И красная линия – это, по сути, честное значение. Вы можете видеть, что в прошлых нескольких циклах, в двух из трех, у нас были ложники через честное значение. Один вот здесь, в 2011, но в 2012 был ложник в 2019 и даже в начале 2020. И в 2016-2017 этого не было. Но здесь вы можете видеть, что было. Был ложник в марте. Так что это все выглядит невероятно знакомым образом. Если подумать об этом. Я думаю, что, где люди запарываются, это для них, это не ощущается, что рынок около честного значения. Особенно, если они усреднялись в альткоины, которые стекали к биткоину последние три года. Если вы придерживались только биткоина, у вас, вероятно, все довольно хорошо. Даже с биткоином на 63 тысячах. Биткоин может упасть даже в диапазон от 40 до 50. И большинство людей, которые придерживались биткоина, все равно, наверное, будут чувствовать себя хорошо. И им будет плевать. Но если биткоин упадет туда, куда это поместит рынок альткоинов? Многие из них, скорее всего, идут на новые минимумы. И если биткоин не упадет туда, и продолжит крапкаться по стене беспокойства, все равно лучше придерживаться биткоина. Так что держать канал, где вы говорите об инвестициях, очень сложно. Вы хотите сказать, что вы думаете, и при этом вам нужно быть скромным и понимать, что мы не знаем, что произойдет. Я точно не знаю. Точно не знаю. Это нужно учитывать. И эти видео красота математики, мне кажется, были полезны. Для изучения каждый месяц, целый цикл, мы начали эти видео в 19-20. Это 49-я часть. Мы делаем это больше 4-х лет. 4 года и 1 месяц. И на самом деле даже дольше, потому что я делал эти видео раньше, чем 4 года и 1 месяц назад. Я просто называл их по-другому. 49 месяцев назад я начал называть их биткоин, красота математики. Но до этого было пара видео, они просто по-другому назывались. Прошло примерно 4 года. Мы видели весь этот процесс. И я думаю, что мы продолжим наблюдать, как это отыгрывает. Возможно, похожим образом на все остальные циклы. И опять же, что поразительно, это то, что более устойчивое движение над честным значением в прошлом цикле оно не появилось до 4-го квартала года Халвинга. Цикл до этого. Второй квартал года после года Халвинга. Цикл до этого. Первый квартал года после года Халвинга. Что вы замечаете? Более устойчивое движение не появлялись до начала года после года Халвинга или в нем более устойчивые движения над честным значением. Так что, опять же, это может не произойти до следующего года или гораздо позднее в этом году. И чтобы это произошло и было более устойчиво, рынок альткоинов должен присоединиться. Потому что, опять же, это важный аспект. Рынок альткоинов должен присоединиться для того, чтобы это действительно пошло в переоцененность. И так не было. Если подумаете, что устанавливает новый All-Time High? Биткоин. Эфириум? Нет. Polkadot? Нет. Avalanche? ADA? XRP? MATIC? BNB? BNB установил. Один из немногих. Link? Нет. Doge? Нет. Litecoin? Нет. Даже Solana, как бы она хорошо себя не показала, все равно нет. Uni? Нет. Опять же, для того, чтобы рынок действительно пошел устойчиво над честным значением, рынок альткоинов должен присоединиться. Но это просто не происходит. Мы еще не там. И причина в том, что мы еще не прошли в другую фазу цикла, которая сопровождается более мягкой денежной политикой, низкими процентными ставками и теоретически количественным смягчением. Некоторые говорят, что в этом цикле этого не будет из-за инфляции. Я бы предположил, что вероятно, какая-то форма смягчения будет. Это моя догадка. Я думаю, что многие люди зависимы от этого. И моя догадка, что это произойдет. Если не произойдет, то может означать, что рынку просто это не нужно. Просто рынок продолжит карабкаться в любом случае. Тогда, может быть, ему это не надо. Но если это произойдет, то биткоин поведет, не альткоины. Чтобы альткоины начали обгонять на какое-то время, нужна более мягкая денежная политика. Так что это как бы этот нюанс. Что отыграет? Продолжит ли биткоин карабкаться по стене беспокойства вне зависимости от роста безработицы? Если продолжит, то он все равно обгонит многие альткоины. Если не продолжит, то биткоин будет более безопасным местом. На случай основного страха роста в следующие пару месяцев биткоин будет лучшим местом, чем альткоины. Потому что альткоины берут на себя больший удар в среднем. И вы это видите. Посмотрите сегодня был сигнал на правиле сам и биткоин упал на 3%, эфириум на 5% и большая часть из них упали на 4-7%. Биткоин упал только на 3%. И это один из тех примеров, где биткоин идет вниз, но доминация биткоина растет. Вы видите, как доминация растет, даже учитывая, что биткоин упал. И это нюанс всего этого. И суть того, что доминация биткоина растет. Неважно, какое движение цены. Если биткоин, и, кстати, биткоин пытается удержать свой 21-й экспоненциальный, он борется. И может быть в будущих видео, через пару дней, мы поговорим об этом более конкретно. Но пока что он все еще над 21-м экспоненциальным. Вы видите, что эти фитили, посмотрите на этот фитиль. Он упал ровно на 21-й экспоненциальный. Это будет важным уровнем для биткоина. На самом деле, я думаю, от 63-х с половиной тысячах, как об очень важном уровне для биткоина. Если биткоин сможет закрывать дни над этим уровнем, может быть, в районе 64-х тысяч, если он сможет получить дневные закрытия вот здесь, то все еще есть шанс, что он может отскочить. Риск в том, что если мы начнем закрывать дни под 64-мя тысячами, дневные закрытия вот здесь, и несколько, не один. Если будет несколько закрытий вот здесь, то это будет благоволить продолжению вниз на и я также хотел вот что еще выделить, потому что люди начнут об этом говорить, давайте поговорим сразу. Есть крест смерти, который может быть появится в следующие пару недель. Одна из вещей, которые стоит помнить, это не всегда происходит, но обычно биткоин пампится в кресты смерти, и причина в том, что нужна очень большая коррекция, чтобы это вообще случилось. И когда вы получаете крест смерти, все пугаются, и биткоин пампится в него, потому что движение цены, которое повлекло крест смерти, уже случилось. К тому моменту, как вы его видите в заголовках, движение, которое его повлекло, уже случилось, и вы видите памп в него. опять же, я просто это сейчас говорю, потому что я знаю, что через две недели или что-то такое, люди начнут говорить об этом. И если биткоин продолжит падать в краткосроке, то это может определенно, может даже уйти под это, если вы на это посмотрите, биткоин на своем 50-м и прямо под сотым мувингом. Вот сотый, вы его можете видеть, он прямо под ним, и сотый простой в районе 64,5. Посмотрим, что сделает биткоин. Это красота математики. Мирный график, на который стоит смотреть и думать, когда вы отдаляетесь, вещи не выглядят такими плохими, когда приближаетесь, особенно на альткоины, кто знает, что будет. Но мы сейчас здесь, как я говорил ранее, я думаю, что мы пойдем на 10 триллионов. Я думаю, это может занять время, очевидно, но моя цель для криптовалют в следующие несколько лет это примерно 10 триллионов плюс-минус пару триллионов долларов. И когда мы идем спать, мы не можем ничего, кроме как подумать, что такое пару триллионов долларов среди друзей.